всем привет дорогие друзья сегодня хотел бы показать обзорчик на жижи для электронных сигарет с недавнего времени я как бы увлекся этим делом заказал свет трубку на распродаже даже не особо знаю они чего-то просто было интересно трубка вот состоит из аккумулятора и атомайзера как хотят их там называют верхний элемент он сменный то есть какое-то время служит и там появляется налет гарь на этом на намотке и нужно заменять иногда но если руки растут из правильного места то можно и самому все это дело намотать найти подходящую проволоку и намотать есть даже у меня видео как намотать c4 атомайзер это атомайзер немножко уже более современный возможно кто-то не любит их но мне он больше нравится так как у него нижняя спираль накаливания то есть находится внизу и намотка то есть этот впитывающий элемент на намотке он тоже находится на низу и короткий то есть он как бы не нужно многое жижи наливать чтобы пропитывать все это дело и хорошая штука хорошо тянется есть две дырочки в обычном c4 одна там где-то дырочка по моему и тяга чуть хуже здесь лучше вкус отличный так в общем это видео хотел рассказать о электронных жижих поначалу я заказывал безникотиновые они как просто их паришь никакого эффекта один пар чуть вкуса ничего интересного поэтому беру с некоторым содержанием никотина вот 12 миллиграмм самое классное не сильно жесткой и не мягкая примерный эффект как от обычных сигарет одно время я заказывал мало женщин поэтому сидел без них поэтому чуть психанул и заказал вот сразу много думаю что хватит надолго сейчас расскажу о некоторых вкусах так начну наверное с табачных r y4 или white 4 этот табачный вкус содержание как никотина 12 миллиграмм вкус отличный но где-то за день приедается и хочется сменить на что-то еще то же самое хочу сказать о табачном вкусе верджиния табака тоже интересный вкус но день два паришь и хочется поменять то есть это такие как бы перерывах их можно парить следующий блю берри то есть ежевика ежевика с содержанием никотина 12 миллиграмм хороший вкус ежевики чувствуется и эффект удара по горлу есть также я хотел сказать брал раньше просто без никотиновую мне показалось лучше хотя то фирма была другая сейчас я достану ту баночку так джойтех мне понравился классный был вкус ну надо было брать с никотином тогда было бы вообще супер здесь как-то она чуть-чуть кажется более такой химический вкус то есть не совсем натуральный ежевики фирма это что за фирма сейчас скажу где-то написано хангсген что такое а вот хангсэн то есть что-то китайское наверное у них у всех я так понял ароматы немножко не сходятся они немножко с натуральным ну парить можно но также где-то сутки двое и хочется поменять вкус так страх то есть это нас сейчас я понюхаю очень особо помню вот не могу сказать что это клубника это клубника вкус похоже на клубнику только похоже ну как бы больше потому что клубника чем что-то не клубника в общем нормально тоже день попарил и захотелось другого так чеси печь то есть этот персик я знаю 11 миллиграмм там было только там 11 и 18 было а по-моему 12 было на решил взять 11 похоже на персик да ну так же денек и хочется другой вкус так дальше банана 6 миллиграмм миллиграммовая да что хочется об этом сказать вот видно что какой-то такой цвет сразу идет другой не знаю почему так раньше я думал что это из-за содержания никотина на более темно я вот практически только то же самое содержание никотина или вот но цвет темно банан до чувствуется банан ну не такой натуральный как я брал без никотина его сам и и весом какой-то вот здесь чувствуется банан мне даже осталось чуть без никотиновый вот когда паришь прям чувствуется кушаешь банан а здесь чувствуется какой-то чуть вкус такой непонятненький ну то есть фруктовый как бы банан ну фруктовый кута в банан там ну нечистый как будто банан 6 миллиграмм немножко маловато то есть если парить наверно 2 револь там не хорошим бакомайзером то можно сделать подобрать себе нормальный оптимальный режим но с обычной трубкой иглашной как бы такое так попарить ни о чем можно сказать почти как не без никотиновая яблоко как вы видите здесь уже прилично я выпарил этой жидкости понравилось мне яблоко практически вкус как натуральное яблоко 11 миллиграмм отлично париться и в общем вот самое классное из всех этих баночек пока мне понравилось яблоко редбул почему-то я взял решил попробовать редбул ну просто забить посылку чтоб мне дали трек там 5 штук я брал разом и что-то вот решил попробовать редбул ну как только пришла посылка и вся посылка пахла этим редбулом ну прям пахнет она редбулом натурально хотя честно говоря не пробовал редбул но знаю какой она запах примерно эти нон-стоп и всякие только попробовал чуть-чуть пару капель мне не особо понравилось как бы пока стоит у меня что хотел рассказать брал раньше на чай на бэе вот яблоко безникотиновое так фирмы не могу здесь найти фирма ну вот здесь запах вообще классный вот именно пахнет зеленым яблоком вот еще более натурально яблоком пахнет чем вот это яблоко может у меня просто на яблоком такой люблю может яблоко не знаю вот мне почему-то яблоко больше всего понравилось так что я могу сказать вот примерно вот этих всех флаконов мне хватит я думаю на полгода это стабильно хватит вот это я выпарил за неделю то есть сколько тут тут даже здесь миллилитров я не выпарил баночка на 50 миллилитров я выпарил вот ну тут 6 может миллилитров всем то есть одной баночки хватит месяца на полтора-два вот такой баночки можно посчитать насколько хватит всех этих банок по полтора месяца да допустим даже да полтора месяца три шесть девять и вот 12 на год то есть не хватит этого добра если конечно не хочется их выкинуть и взять что-то другое в общем такой вот небольшой ролик а еще хотел рассказать о том на чем я парю как бы я об этом на своей трубке рассказал начальный когда я сижу дома за компом то беру просто подключаю кнопку вот такой варивольтик тут меняется вольтаж можно нажимаешь трехкратным нажатием этой кнопочки можно поменять вольтаж но я обычно на первом паре потому что чтоб не спалить обмотку но когда плохо парится то можно взять чуть больше вольт то есть вот такая хорошая штука ну вот проблема у меня вот начинает здесь он переломывается как будто я такой же чувствую что скоро переломится он как-то неразборный и надо здесь как-то укрепить мне эту штуку ну вот это я советую если вы сидите дома парить и вот советую такую штуку приобрести на стоит там до пяти баксов на али и очень удобно не надо заряжать аккумулятор постоянно тем более у меня аккумулятор 650 вы хватает только на день то есть на пол суток хватает аккумулятор конечно я им уже пользуюсь полгода хватает вот так и с каждым разом конечно его ресурс уменьшается заказал себе варивольт где-то идет уже два месяца и бакомайзер хороший тайфун или тайфун не помню который можно будет самому мотать там для этого и предназначен в общем если когда придет я сделаю обзорчик и покажу все это дело а пока вот так всем пока